СОЦИОЛОГИЕ СОЦИОЛОГИЕ Наукой проходят определенные периоды своего развития и включают различные теоретические направления. Ну вот как раз на слайде вы видите, это позитивизм, это психологизм, это символический интеракционизм и так далее. Вот это вот как бы основные теории, которые представлены в социологической мысли. И следует заметить, что вот общей особенностью социогуманитарных наук является то, что в них новые открытия не перечеркивают предшествующих знаний. Старые знания находятся как бы в живой ткани современности. И в социологии существуют различные концепции, направления, которые объясняют нам социальную реальность. Но они, как уже я заметил, не противоречат, а скорее обогащают друг друга. Сейчас мы с вами остановимся на тех основных социологических концепциях, социологических направлениях, которые вы вот уже видели на слайде. Ну начнем, наверное, с классика социологии, о которой мы с вами уже говорили. Это Сконта. Так вот, в основу построения социологии, как самостоятельной науки, Аргюст Конт положил идею социальной системы. Он ее рассматривал по аналогии с биологическим организмом. То есть у него общество представлено как своего рода организм и как продолжение биологической жизни. Но в отличие от биологического организма, общественные системы характеризуются наибольшей сложностью, поскольку подвергаются постоянным изменениям. И заслуга Аргюста Конта является попытка разработать методы, применяемые при изучении общества. Анализ методов в социологии относится к наиболее рациональной части контовской системы. Конт исходил из своеобразия общества по сравнению с природой и, соответственно, пытался найти специфические методы ее изучения. Он выступил с критикой чисто умозрительного подхода к общественной жизни с одной стороны и против крайностей эмпиризма с другой стороны. Возражая против чрезмерного и часто небоснованного распространения математических методов на сферу общественной жизни, Конт выдвинул задачу изучать законы общества с помощью адекватных его природе методов. И вот, подводя, может сказать, краткий итог концепции Конта, можно сделать следующие выводы. В работе Конта социология предстает как синтетическая, универсальная общественная наука. Он ее выделяет, между прочим, в иерархии наук и считает ее такой обобщающей и наиболее универсальной. Следующий момент. В основании социологии лежит позитивистский принцип, который означает, что, естественно, научных методов, можно выявить при помощи этих методов, можно выявить основные закономерности социальной жизни. Далее. Общество по Конту – это социальный организм, который рассматривался по аналогии с законами развития природы. А Гюскон сумел довольно полно систематизировать основные социальные идеи своего времени. Ну и его заслуга состояла в том, что он дал критику умозрительного, абстрактного подхода к общественной жизни. Затем он апеллировал к естественно научному знанию, позитивному знанию. Затем он применял сравнительно исторический метод познания. Признавал закономерности исторического процесса. Вот можно назвать, что это действительно его большой вклад, поскольку он стоял у истоков социологии. И вот выявить вот эти вот основные такие аспекты, методы и принципы познания общества много стоит, много значит. Мы и сегодня, в общем-то, ссылаемся на Конта, поскольку он заложил основополагающие идеи для социологии. Центральная идея социологической концепции в продолжение Конта была разработана Спенсером. Вот как раз Спенсер, он тоже продолжил, можно сказать, учение Конта, но внес новые элементы, естественно. Идея Спенсера – это идея социальной эволюции, понимаемая как наличие стадий развития общества от простого к сложному и как общий процесс структурирования общества. Гервер Спенсер развил до логического конца принцип натуралистического подхода к пониманию общественной жизни. Общество как биологического организма, дополнив его концепции естественного отбора и борьбы за существование. Но дело в том, что он, конечно, не переносил чисто автоматически законы развития природы на общество. Он именно был сторонником социальной эволюции. А социальная эволюция имеет свою специфику, несомненную. А то, что он отталкивался от природы, это, в общем-то, своего рода аналог, который послужил разрабатывать и анализировать общественные процессы. Отношение, вот если продолжая, так сказать, его основную идею, идею социальной эволюции, он говорил, что отношение между обществом и окружающим его миром выражается в борьбе за существование, как между обществом и окружающей средой, так и между различными типами обществ и между индивидами, составляющими общества. Борьба универсальная эта и является основанием, движущим импульсом общественной эволюции. И вот в этом его, как бы, заключается определенная заслуга эволюционного развития общества. Далее, если говорить о последующих направлениях, то отметим, что в рамках классической социологии следует выделить психологическую школу. То есть параллельно биологоэволюционной школе, а также по части вопреки ей, складывается психологическое направление в социологии. То есть на смену биолога-нотраллельсийским аналогиям приходят теории, затрагивающие глубинные основы человеческого поведения. Сознание, специфику группового поведения и проявления. Наблюдается интерес к проблемам мотивации поведения и изучения его социальных механизмов. В рамках психологической школы в социологии выделяется бихевиоризм, то есть поведение. Суть его заключается в отождествлении человеческого поведения и поведения животных на основе инстинктивной мотивации. Так вот, в ответ на стимул возникает реакция. Зная набор стимулов, можно предвидеть реакцию, то есть прогнозировать поведение человека и социальных групп. Основная задача бихевиоризма заключается в накоплении наблюдений над поведением человека. То есть каждый человек при определенном стимуле или при определенной ситуации, он осуществляет соответствующее поведение. И в этом случае исследователь как бы может предсказать, какая реакция последует после определенного стимула. И вот эта вот идея, она очень много значит, потому что мы можем в определенной степени предсказывать поведение людей, исходя из их, зная их мотивы и влияя на них через стимулы. Вот как раз в процессе избирательных кампаний, вот эта методология, методика, она часто используется для привлечения избирателей, чтобы они голосовали за какого-то определенного кандидата. Таким образом, в центре внимания психологического направления социологии, это стояла проблема общественного, группового, коллективного сознания, его природа, его структура и функции. Таким образом, вот это психологическое направление в социологии, оно имело существенное значение, потому что здесь как бы произошел отход от чисто биологического объяснения, ну не чисто, конечно, но от аналога биологических процессов и с учетом мотивационного поведения человека. Вот это очень, так сказать, важный момент. Хотя следует заметить, что вот это психологическое направление, оно подвергалось критике со стороны социолога. Вот, в частности, Вебер говорил, Ребята, вот вы считаете, что люди действуют таким образом, но дело в том, что природа человеческого поведения, она более сложна, более глубока. Поэтому здесь вот, конечно, хотя это направление и внесло определенный вклад, но оно, конечно, не избежало определенных недостатков. Следующее направление – это материалистическое направление в социологии. Ну, представителями его были, естественно, Маркс и Энгельс. Так вот, материалистическое, точнее говоря, экономическое понимание истории предполагает, что система производственных отношений составляет первую основу, то есть базис, на котором формируются все иные отношения людей – правовые, политические, идеологические и так далее. Экономическая сфера в таком случае приобретает значение доминирующего фактора, а вот взгляды людей, юридические, политические, религиозные и соответствующие ему учреждения составляют так называемую надстройку, которая отражает отношения сложившейся в процессе производства, то есть базиса. И главным фактором социальных изменений, соответственно, по Марксу, являются не новые идеи общественного мнения, а противоречия, конфликты в экономической сфере. То есть способ производства материальной жизни обусловливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще. И их бытие, а не сознание определяет поведение людей. Ну, это вот материалистическая концепция, которая имела очень существенное значение, да, собственно, и сейчас она остается достаточно значимой. Вот, насколько мне известно, в европейских институтах преподается марксистская теория, поскольку там заложены основополагающие, фундаментальные положения этой теории. Так что она имеет, конечно, свою существенную значимость. Иногда обвиняют марксистскую теорию в экономическом детерминизме. Да, это действительно имеет место, но если разобраться, то здесь так односторонне вряд ли можно критиковать даже и с этой позиции. Несомненно, экономика влияет на поведение людей, на социальные процессы, но это, конечно, не единственный фактор. В совокупности действуют на поведение людей и политические взгляды, и религиозные взгляды, и культурные разные взгляды, и так далее. Ну вот, таким образом, это буквально вкратце, что касается материалитического понимания истории Макса Энгельса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok